Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 8 января, время практически 10 часов вечера, ну ночью уже, и температура за бортом 2 градуса тепла. Но обещают даже и минус весь практически день падал снег. Знаете, как в той песне? Лежал и падал снег, там что-то такое. В общем, короче, он не то, что там кружился и таял, но он таял. Он, значит, падал, таял, на машинах он оставался, но не знаю, что будет утром. В общем, народ весь стоит на ушах, потому что холодрыга при температуре, значит, плюс 2 градуса тепла. Ну и всю неделю будет вот так же холодно, а сейчас я бы хотела с вами поговорить на какую-то такую тему. Даже не знаю, как ее начать, но попытаюсь. Значит, вчера это было со мной. Я как-то так вот почему-то стала думать, ну перед тем, как уснуть. И потом уже, когда я уже перед тем, как уснула, я все думала и думала, зачем я об этом думала, не знаю. Я думала про город Каунас. Вот, и я про него так вот думала. Ни с того, честно сказать, ни с сего. А знаете, что я думала? Я вам скажу. Потому что это очень-очень-очень странные думы. Вот, я их обдумывала в связи с тем, как я вам, помните, рассказывала про взрыв в Вильнюсе. Вот, и про то вот это вот событие в автобусе или в троллейбусе. Я не так не знаю, с этой женщиной, с этим телефоном, что тут тебе не Россия. Вот, и вот, в общем, я вот это вот все думала, но я в этот момент не знала. А теперь узнала. Оказывается, вчера в городе Каунас, это мы про Литву говорим, кто может быть не знает. Потому что многие люди вообще путают все на свете, всю Прибалтику. Для них Прибалтика, я даже не скажу, каким словом называется. Рига у них столица Литвы. Латвия, они вообще не знают, что такое за страна. Ну, в общем, короче. Город Каунас до 1939 года был столицей Литвы. Литовской республики независимой. Которая образовалась в результате войны литовско-польской 1920 года. Вильнюс поляки отобрали себе, вспоминая про Ржечь-Поспулите. Каунас был столицей Литовской республики. А, значит, вот это Деклайпи, да. То есть Мемель. Потому что речка там, которая течет, она у немцев называлась Мемель. То, что назвать Немен. Немен. Неман. Да. Вот. Или Ням у нас. А он у немцев. Потому что там же было, это же, ну, знаете что, да. Вот. И у них он был Мемель. И вот это вот называлось Мемель с Бург. Клайпи, да. Который. Ну, в общем. Это я так просто, как говорится, когда из любви к географии. Да. Так вот. Страшный национализм всегда был в советское время там. Я вам уже говорила, что ко мне прибилось в 12-м году, когда меня уволили с работы, прибилась такая украинка, женщина. Она сказала, что мы живем все украинцы. Ну, в магазине пристала к нам с дочерью. Ну, ладно, предположим, она пристала по той причине, что, ну, просто ей было скучно. Она там ждала определенного часа. Она убирала квартиру, ей нужно было пойти в определенный час убрать эту квартиру. Но, что было в ней странно, так это ее, как это сказать, происхождение. Она уверяла меня, что она в Каунасе жила. Она родилась, жила у нее. Дочка из Каунаса, все из Каунаса. Но странным было то, что она не знала вообще, живя всю жизнь в Каунасе, ни литовского. Это невероятно. Просто было невероятно по тем временам. Вот. И тем более она не знала, что мое имя сокращается. И любой литовец вам скажет, как это имя сокращается. Я это не люблю, но, тем не менее, это так. Значит, вот в этом самом Каунасе родилась моя мама в 1939 году. В 1938. А вот вчера, в 5 часов вечера, там произошло трагическое очень событие. Прямо там на перекрестке какая-то машина подъехала, схватила девочку. Не знаю, сколько ей лет, я не уточнял. И ее украли. Так сказать, похитили. Выяснилось, что никто, ну, люди пока взбитетенились, то прошло много времени. Выяснилось, что на этом перекрестке есть камеры, но они не работают. Никто не погнался за этим автомобилем, куда он пропал, никто не знает. Это, в общем, короче говоря, всю ночь с 5 вечера и до всю ночь, и сегодня весь день люди-добровольцы ходили со своими собаками при температуре минус 20, между прочим, а не плюс 2. И искали эту девочку. И такие страсти порассказывали. Вот. Я их вам рассказывать не буду. Значит, ну, главное, кого обвиняют, естественно, обвиняют министра внутренних дел. Это самая тетка, министр, молодая, с фамилией, которую я произносить не буду, потому что для русского уха эта фамилия звучит неблагозвучно. Вот. И, ну, она засветилась. Я её же не знаю, кто она такая. А я её впервые увидела. Вот несколько дней назад она была на месте взрыва в Вильнюсе. Помните, я им говорила? Так вот, про взрыв тоже дополнительные появились сведения. Оказывается, мужик, который взорвался там, и люди знающие, военные, говорят, что, чтобы вынесло стену, уже не балкон, стену бетонную, чтобы вынесло, как щепку, то взрыв должен быть такой силы, это невозможно, чтобы был бытовой газ, в смысле, ну, на кухне кто-то открыл, и потом это целый день газ у него шёл, шёл, он себе жил, а потом решил закурить. Такого не бывает. Значит, у него было что-то. А выясняется, что этот мужик на почве русофобии подвинулся рассудком. Тётка у него, я бы говорила, умерла. И он этим соседям угрожал, что он вот что-нибудь такое похожее сделает. Вот. Значит, это вот интересно. И теперь возвращаемся к моей мысли про Каунас. Когда я думала про Каунас, я думала вот о чём. Я вам упомянула, вы же видите, не просто так вот эту всю историю вам развернула, что мама моя, когда родилась в 1938 году, то в 1941, как вы понимаете, в июне, а она в июле родилась, то ей было всего ничего два года. И бабушка моя её, что называется, схватила. И не зная, что делать, то ли в этот самый Нямунас, который мебель, прыгать, там у Нямунас как раз протекает этот самый через Каунас, то ли прыгнуть туда, потому что не знала, что делать. А я вам скажу, потому что в это время, как раз летом 1941 года, в июне который, значит, националисты, они в таком гараже, назывался, они убивали евреев. Причём так страшно, такое было. Фотографии есть, не знаю, есть ли видео, но есть фотографии. И бабушка говорила, что крик стоял наполовину Каунаса. Вот. Значит, это вот такая вот была история. Вторая история была ещё халяще. Вокруг Каунаса Россия, в смысле Царская империя, построила укрепления. Они называются форты. И они по числу этих фортов, их 9 было. Может, их было и 10, вроде, кажется, 10, знаете, вокруг. Но самый знаменитый из них был 9 форт. В этом 9 форте, ну, это укрепление, значит, это тюрьма, немцы сделали себе тюрьму, то есть концлагерь. И туда они спихивали всех этих евреев, ну, и не только из Литвы, а привозили отовсюду, даже из Франции. Значит, тут даже ещё надо сказать вот такой момент. Значит, мы с вами уже говорили, это один раз, что в Крыму жили караимы. Переводится читающие. Якобы есть романтическая история, в которую лично я, конечно, не верю. Я, зная человеческую природу, в романтические истории, я не верю. Так вот, эти самые караимы, так же, как и татары. Кстати, я летела в самолете с женщиной татаркой. И римской, караимской татаркой. Значит, эти самые караимы были завезены 600 лет назад Витвутасом Великим, как он называется, не успел. Корону ему везли на царство, чтобы он стал королём. Но он по дороге умер, пока довезли корону. Ну, тогда даже, знаете, самолётов не было. Да, так вот, в основном были, конечно же, правителем, королём были польские короли. А литовские это было княжество. И только Витвутас Великий, ну, почти стал королём. Почти. Да, так вот, этих самых караимов завезли для того, чтобы они вели бухгалтерию. То есть, они умели читать и составляли, чтобы они, значит, вот, это государство, сами понимаете. Естественно, что и поляки, и литовцы, ну, дружно, дружно жили. И они совместно использовали замок в троках, называется, по их понятию по-польски называлось троки. А сейчас они называются трокай. Вот это вот местечко. Там много-много озёр. И, значит, то в середине озера естественное образование остров. Туда, естественно, построили мост. Сейчас он, как бы, ну, стационарный. А при Витвутасе-Дидисисе, он же великий, этот мост разбирался, естественно. И это было естественное, окружённое водой озеро, преграда. И, в общем, ну, то есть, это крепость такая. Вот этот замок в троках. А в самом городке вокруг жили поселенцы, в том числе и татары, и караимы. Значит, этих караимов с того Крыма в Луцк, не знаю, зачем переселяли, больше всего этих караимов было также во Франции. Во Франции, в Луцке и в троках. Вот три места. Значит, их было там, я не знаю, сколько-то там тысяч. Из этих тысяч никого почти не осталось, потому что их считали, ну, сами понимаете, тоже иудеи и так далее, значит, что они семиты. И в результате, сами понимаете, вот этих вот, их там осталось всего 50 человек, сказали. На самом деле, как оно там было, сейчас мы не будем уточнять, но к чему я вам так длинно рассказывала. Значит, считается, вот, например, моего дедушку вместе со всей его семьей отправили в этот самый девятый форт, и там этих людей сжигали. Туда свозили, в том числе и с Франции, потому что караимы были зажиточны, у них были деньги. И поэтому, хотя была такая, типа, Гитлер говорил, что, ну, его просили, что это национальное меньшинство, мы совсем отнюдь не, значит, евреи, вот, чтобы нам было послабление, чтобы нас не считали, и звезду не прижали, но... И вот тут мы подходим к сути. А если у моего дедушки и его второй семьи был домик, как бабушка сказала, что был домик, и моя мама даже вместе с бабушкой туда к нему ходили, он кукол ей там всяких разных дарил, то есть он ее не оставлял без внимания, но, тем не менее, у него был двухлетний сын, жена, и они, ну, в 44-м году. Так вот, в 44-м году, если у человека был дом, паспорт, то, сами понимаете, паспорт и дом можно взять себе, а семью эту отправить в девятый форт, потому что они, сами понимаете, это, ну, вы поняли. Так вот, кто бы это мог догадаться и это сделать? И вот тут мы подходим с вами к началу нашей истории. У меня вот эта вот мысль никак из головы не выходит разобраться, что же произошло с моим дедушкой и с его, так сказать, вот, семьей. Моя мама в свое время говорила, что, когда она мне была фотография моей бабушке с дедушкой, она говорила моей дочери, вот, маме отдай фотографию, может быть, она разберется, что же на самом деле произошло. Значит, люди какой, по-вашему, национальности могли работать, что называется, зарабетчанствовать на этих девятых фортах? Совершенно справедливо. Так вот, вот это сейчас все задумались, в чем тут дело? По какой такой причине в Литве стали происходить такие события одно за другим, одно за другим, которые бытетенят общественность. Когда люди там, блин, всю стену вынесло, да, причем человек угрожал, года два он им всем грозился, ну, то есть депрессия он там был, да, и тут более его, конечно, очень доставала вот эта вся ситуация. Вот, в Каннесе вот это вот теперь вот такое, что люди ходили все толпами, причем, как рассказывается, что полиция вместо того всего стала теперь ездить по домам к этим добровольцам, кто добровольц, ну, вы понимаете, ток-ток, ватсапы и так далее, все это, видимо, подключено было, и все общались, и поэтому очень легко было вычислить фамилии по телефону и так далее, приезжать к ним домой, к этим теткам, которые ходили там всю ночь со своими собаками, искали непонятно кого, и они говорят, полицейские, ни с кем из прессы не общайтесь, что бы вы не нашли, что бы вы не узнали, Бог его знает, что вообще все эти добровольцы понаходили за эту ночь, на что они напоролись, ребенка так и не нашли, родители, конечно, в панике, но, в общем, короче, и теперь спросите меня, почему я всю ночь, можно сказать, до трех я вчера не спала, думала про Каунас, и думала я именно вот об этом, что я же вам говорила еще, что и мне человек объяснял, причем он объяснял мне в таких выражениях, и так объяснял про то, что в Киеве уже по-русски никто не говорит, что начинаешь задумываться о том, кто хотел бы эту ситуацию расшатать, тем более, что сейчас везде одно и то же, одно и то же, одно и то же, что вот хрза отвлекается, помните? и то же,